всем привет друзья наши товарищи и подписчики зрители сами как всегда кевшин александр как всегда видео появится сергей дученко вы на канале good idea и сегодня мы открываем вам новый уголок такого при киеве я не знаю короче место под киевом которое называется золочи и коттеджный городок золочи прованс есть золочи делюкс и так далее много разных золочи мы конкретно в золочи прованс находимся мы в доме общей площадью около 180 квадратных метров сейчас с вами пройдемся в расскажу что здесь происходит вообще почему здесь на данный момент такой хаос поделюсь маленькими нюансиками того что где расположена почему принято такое решение или иное серёга как всегда расскажет больше по технической составляющей вентиляции водоснабжение каких-то конструктивных элементов вот поэтому будем начинать и начнем мы с вами конечно же с чего правильно с помещения где мы с вами сейчас и находимся это такой большой как модно сейчас говорить living room она же кухня гостиная вот в той зоне где сейчас стою я находится непосредственно гостиная здесь будет расположен телевизор диван столовая тоже зона вот-вот с этой стороны там где у нас сейчас находится гипсокартончик очень светлое просторное помещение все здесь красиво классно сейчас как раз приступаем к моменту монтажа гипсокартонной конструкции а из них здесь принципе в основном только потолки и все что с ними связано так как основные стены были перепланированы еще в процессе создания самого дома вот мы начали проект тогда когда можно было вносить изменение корректировки они были внесены параллельно с проектом следовательно гипс потолки и чуть-чуть гипса на инсталляциях и так далее но без гипсокартонных стен ребята сейчас вот изучают внимательно документацию также здесь вы можете увидеть все что нам необходимо для потолочков это профиля у дэшки дэшки большое количество всевозможного всевозможного крепежного материала саморезиков здесь мы будем использовать как крепежи от кнауф так и крепежи от кельнер помимо этого кнауфовские ну неус подвесы вот забыл вообще как они называются очень классная штука опять же если вам интересно чуть больше узнать о том как работает шумоизоляция и как мы делаем и сократонные конструкции обязательно пишите в комментариях расскажем покажем все в деталях до мелочей для винтиков шпунтиков и гипс здесь мы будем использовать уже не кнауфовский ари гипс про вот почему именно его но в двух словах скажу потому что этот гипс сейчас гораздо лучше по качеству чем гипсокартон от кнауф сожалению это так единственный нюанс который с ним связан это его дороговизна стоит лист этого гипсокартона на почти в два раза больше чем гипс кнауфа этот стоит порядка на 260 гривен кнауф 150 сейчас где-то приблизительно так поэтому тем кто может немножечко больше потратиться для того чтобы было все еще более качественно вот рекомендуем этот вариант гипсокартона если же нет ну тогда кнауф как говорил это living room в этой части все объяснил рассказал в этой части будет непосредственно располагаться сама кухня кухонная зона опять же в дальнейшем при проведении остальных видов работ мы вам чуть более детально расскажем квадратуры каждого помещения и может быть прикрепим рендеры того как все это будет выглядеть в конечном итоге и конечно если заказчик будет не против снимем по концове для вас красивый красивый вот конечный вариант готового ремонта от нашей команды вы можете конечно обратить внимание на то что здесь творится тотальный хаос беспорядок и так далее куча мусора все разбросано ничего не понятно какие-то мешки провода а еще помимо этого когда мы заехали на объект тут лежал и спал какой-то человек нет не этот человек но спал там да вот эту фоточку мы сейчас вам прикрепим кто и кто и что за человек я без понятия объясню почему так случилось почему здесь беспорядок еще некоторые вещи которые дальнейшем в видео я вам продемонстрирую вообще имеют место быть на данном объекте ситуация такова что в данном коттеджном городке есть такая услуга от застройщика я так понимаю свой подрядчик который занимается инженерными коммуникациями то есть они продают не только дома но и базовые инженерные коммуникации электрика водоснабжение канализация сантехника в общем и вентиляционные системы так вот их здесь делает подрядчик застройщика не мы поэтому все те ужасы которые вы будете наблюдать с точки зрения того как здесь сделано к примеру электрика но с близка наверное этого не оценить но очень легко наблюдать то что к примеру люди не могут сразу попадать в размер да вот они куда-то не туда вырезают подрозетники то насколько у нас красиво и ровно сделаны в целом штробы по всей по всему помещению по всему дому сейчас наглядно покажу на втором этаже там все это выглядит еще печальнее и хуже и вот честно когда потенциальные клиент точнее потенциальные заказчики приходят на нас спрашивают а чё у вас как бы вот вот это дороже стоит там или почему вот столько вас квадратный метр стоит а вот там дешевле все замечательно всегда есть дешевле всегда есть дороже но есть культура производства есть соблюдение технологических норм есть определенный подход к качеству материалов и вот мы вот так как только что вы видели не делаем и у нас объектах вот такого срача нет мы сейчас только зашли после подрядчика сейчас только как говорил начинаем гипсокартонной работы поэтому порядок будем здесь наводить вот ну и опять если в массе вот взять стеночку посмотреть на всю ровность качество и так далее штроб то можно ну мягко говоря охренеть все 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 те же проблемы люди промахиваются делают что-то лишнее вот как бы не знаю все это честно честно и откровенно вам скажу очень сильно расстраивает и заставляет сердце обливаться кровью еще один классический пример извините за выражение но есть у меня товарищ который говорил на такие вещи выглядит это все как бы пасал вот вот как то ну так и выглядит нельзя так делать нельзя рукожопить нужно короче говоря уважать свой труд здесь его почему-то не уважали единственное что лежит на наших плечах в данной ситуации это соблюдение все таки ну хоть какого-то контроля такой визуально за тем чтобы конечно мы твои заказчики получили то что мы спроектировали потому что пока все выглядит откровенно говоря блин не профессионально можно назвать так сейчас мы с вами кстати находимся в еще одном помещении это помещение чего вот это гостевая комната тире кабинет вот двухфункциональное помещение и в зависимости от того как какая необходимость конкретный момент времени здесь будет либо вот отдыхать кто-то из гостей либо работать кто-то из владельцев данного дома и вот сверху проложенные вентиляционные короба вентиляционные коммуникации о них как и обещал чуть чуть позже в этом видосе вам расскажет серджио а мы идем дальше наш замечательный прораб мы любим показывать наших прорабов лицо чтобы вы их как бы знали знали кого бить на кого жаловаться или любить бить любить вот от любви до ненависти так сказать кирилл с нами уже не первый год вот работает как бы не покладая рук и вот это вот большое здание досталось ему не просто так вот потому что он ответственный систематически выполняющий свои обязанности человек поэтому если что-то вам не понравится вдруг в следующих видео или в этом обязательно пишите об этом мы передаем кириллу он тоже прочитает поплачет или порадуется за его могучими плечами находится помещение санузла санузла такого гостевого санузла вот здесь будет небольшие проблемы со светом но тем не менее думаю вы сможете все рассмотреть как обещал квадратуры в следующем видео здесь вот находится такая усиленная конструкция с смонтированными инсталляциями скажу еще такую деталь что несмотря на то что мы будем делать не все виды работ то есть мы будем точнее отвечаем здесь за такой марафет и красоту гипсокартон малярка плитка все материалы которые используются на данном объекте комплектуются именно нашей организации еще и есть интересные такие приемы но здесь это не настолько ярко выражено в этом сантехническом узле но я думаю что уважающиеся сантехники обязательно посмотрев это видео напишут кстати вот да есть большая просьба большая просьба к всем профессионалам которые смотрят наш канал сантехникам электриум и так далее выразить в комментариях свое мнение об увиденном монтаже вот чтобы мое мнение не казалось заангажированным каким-то и так далее типа мы такие хорошие тут такие плохие нет просто это реально блин неуважение к тех процессам и мне это вообще не нравится поэтому говорю как есть вот тоже зачем выдалбывать пол стены для того чтобы смонтировать маленький элемент непонятно входная группа здесь все также хаотично большинство из того что вы видите под ногами это также инструмент подрядчика вот валяется там сям и никакого отношения к нам не имеет мы себе такого не позволяем входная группа здесь находится котельная в таком доме конечно же без этого никак и никуда вот непосредственно котел об этом серёга здесь тоже пока непонятные хаотические движения что-то доделано что-то не доделано не облагорожено и еще один я назову это мастхевный косяк по монтажу если очень хорошо присмотреться то можно увидеть что даже блин щиты в один уровень ребята не могут смонтировать один стоит так другой стоит так плоскости никакой нет то завалено там вообще щит пережат его запенили так что его прям вдавило с боков короче говоря хотите хотите вот правду вот вам правда почему стоит обращаться к нам от начала и до конца не только тогда когда все плохо и нужно переделать и так далее сейчас мы с вами движемся логично по лестничному маршу на второй этаж данного домика здесь порядка к счастью или к сожалению чуть-чуть побольше вот первое помещение в которое мы с вами попадаем помимо лестничной группы это конечно же детская в детской как и во всех остальных основных помещениях проведена разводка вентиляционных систем системы рекуперации ребята монтажники ипсокартона будут начинать именно отсюда здесь уже вот по делали козлов расставили будут приступать выполнять и конечно же в следующем видео с данного объекта вы увидите уже наши монтажные работы и увидите как здесь все преобразилось с точки зрения порядка еще одно подтверждение моим словам это вот такие вот замечательные штробы которые ведут в никуда конечно все могут ошибаться но зачем ошибаться настолько много как здесь как здесь да и как в принципе везде к сожалению на данном объекте вот тоже очень классический эпический пример хрен пойми какая штроба откуда куда идем дальше справа находится еще один санузел санузлов здесь много благо помещение позволяет сейчас я наверное сделаю так чтобы вы меня видели чуть 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 лучше вот вот такой эффект эффект пугающего у вас человека продолжаем экскурсию по интересностям на объекте вот к примеру у нас на объектах такого вы тоже не увидите люди даже не удосуживаются выкинуть бутылку какого-то там спиртного напитка куда-нибудь в мусорник спрятать я не знаю и так далее просто вот в углу все нормально все хорошо разве так нельзя печаль тоска то же самое относительно монтажа сантехнических узлов скрытого монтажа извините за тавтологию зачем выбивать пол стены для того чтобы это смонтировать крайне непонятно также мне не особо понятны вот такие вот места где пересекаются электропроводка с коммуникациями канализации и там и вот здесь поскольку мы практикуем делать так чтобы все шло с потолка вниз для избежания вот таких вот пересечений и так далее здесь где-то сделано снизу вверх где-то сверху вниз опять какие-то не совсем понятные мне решения но тем не менее имеют место быть помещение санузла она тоже носит такую функциональную нагрузку как санузла для детей и относительно гостевого санузла сейчас пройдем с вами дальше покажу еще некоторые помещения и там вы увидите основной хозяйский санузел так здесь у нас находится я думаю нам даже нет смысла особо туда заглядывать просто можно на секундочку показать объем помещения это еще один кабинет вот но этот кабинет функцию гостевой уже насколько я помню выполнять не будет здесь просто вот кабинет тихое спокойное место для того чтобы комфортно поработать не отвлекаясь на какие-то другие вещи ну и непосредственно основная спальная вот здесь ребята уже навели порядок вот здесь можете посмотреть на этот самый порядок здесь ребята аккуратненько сложили инструментики все красиво ухожено порядочно так оно и должно быть как бы на объектах так делаем мы те же самые проблемы относительно непонятно для чего предназначенных штроп думали сверху потом подумали снизу кто откуда куда зачем почему это кощунство которое выражается эти элементы еще куда не шло но вот тоже все раздолбана разбито криво косо конечно конечно же дорогие наши зрители вы можете сказать а какая мне в конечном итоге разница как идет штроба вот прям ровненько или она косая кривая и непонятно как выглядит есть два нюанса первый нюанс это то что нет доверия к монтажнику если у вас нет исполнительной схемы то ситуации когда вам необходимо повесить картину полочку короче говоря смонтировать что-то на стену или мебель да у вас какая-то идет вы никогда не сможете предугадать а если там кабель где он идет или не идет а сверху ли он идет или снизу как вот вот здесь где я вам показывал штроба идет кабеля нет и наоборот ну вот приблизительно как здесь если исполнительной схемы нет то вы никогда не поймете и у вас будет полная тотальная растерянность и боязнь того чтобы что-то на эти стены монтировать это первый нюанс второй нюанс это к примеру невооруженным взглядом наверное более заметно будет вот здесь места монтажа подрозетников когда один подрозетник сделан в плоскость со стеной другой утоплен 3 между ними сжат притом я более уверен в том что они вообще нифига по уровню не выставлены сейчас покажу еще одни то вы никогда не смонтируйте нормально конечный вот механизм розетку или выключатель они не будут прилегать к стене или они вообще не будут смонтированы или они будут выпадать оттуда это лишь два таких маленьких нюанса которые вам привел я могу говорить еще очень много о всяких вещах которые связаны с культурой производства и тех процессом которые нужно выдерживать и и это как бы ну наверное стоит того вот эти подрозетники вообще супер классическое исполнение здесь все то же самое что показывал минуты ранее но более наглядно выглядит один туда другой туда высота разная плоскости нет короче говоря хотите сэкономить экономьте но не с нами ладно шучу с нами вы можете сэкономить время нервы и на самом деле сэкономить и на материалах и на работах в том числе потому что а мы не покупаем лишнего б мы делимся своими скидками в мы не делаем лишних работ у нас нет ничего скрытого у нас нет каких-то вещей которые говорят о том что ну мы этого не просчитали мы это не предвидели а тут как то вот сколько уже ремонтом занимаемся атаковая всплыла впервые в жизни не бывает у нас такого у нас все четко и хорошо здесь все та же картина история а находимся мы сейчас в помещении которое несет функцию гардеробной то бишь у вас есть очень классная возможность из спальной зоны переместиться в гардеробную навести марафет вернуться обратно и пойти по своим делам и также хозяйский санузел который является частью этой отдельно взятой выделенной зоны сейчас мы с вами его посмотрим но скажу и повторюсь что это прям вот отдельная хозяйская зона в которую никто никогда не попадает кроме самих хозяин хозяев самих хозяин кроме владельцев как бы данного дома спальная зона гардеробная зона и санузел который предназначен только для вот этой спальне здесь есть свои тихие ужасы сейчас мы с вами их посмотрим но помимо тихих ужасов уже произведена разводка канализации водоснабжения электрики и вентиляция мы же будем приступать монтажу потолков из гипсокартона ну и то что говорил небольшие небольшой объем работ по гипсокартону по стенам это обшитие инсталляции и некоторые там конфигурации полочек и так далее из тихих ужасов ну классно подписаны провода но это не ужас ладно из тихих ужасов и будем передавать слово сергею который расскажет свою от себя тяну про все эти интересные штуки внимание качественный монтаж я лучше помолчу минутой молчания почтим вот эту всю ахинею которую вы видите еще раз повторюсь и попрошу всех вот людей которые являются мастерами сантехников электриков оставить комментарий под этим видео о том что они думают об увиденном для того чтобы нашим ну извините простите я никого не обосрал я показываю реальные вещи которые происходят когда что-то делаем не мы само собой что не мы одни делаем хорошо ничего страшного не одни мы делаем хорошо но хорошо это хорошо и хорошо не бывает давай похвалим построили дом дом замечательно построили об этом серии сергей хорошим я плохом ну и вот это это вообще венец всего почему мы именно заканчиваем в этом помещении мой диалог с вами потому что такого изобразительного искусства в принципе в монтаже сантехнических узлов скрытого монтажа я по крайней мере на своем веку не видывал с точки зрения гидравлики они просто пытались меньше сопротивления подействовать Сергей все расскажет с точки зрения гидравлики я же просто доставляю вам удовольство удовольствие полюбоваться этим всем короче говоря ничего страшного прямо такого чтобы технической части нету есть конечно некоторые правтыки по геометрии которые ребята сделали в частности даже вот этот узел который Саша показал что ну блин да мы так не делаем мы стараемся делать четкие ровные линии чтобы это можно было в дальнейшем смонтировать какую-то полочку либо какой-то механизм чтобы не повредить ни провод ни трубу и тому подобное что и страшного ребята да Саша показывал завтыкались сделать вывод ну тоже как бы из этого паники нету в стройке все бывает панику делать не нужно единственное что я уже с программом обсудил что здесь нужно будет все-таки немножко переделать этот вывод потому что они тут не зажмут шланги тут шланги будут тут будет стоять такая колонна смеситель получается отдельно стоящая ванна и возле нее красивый такой смеситель будет отдельно стоять и тут нужно будет закрепить специальные шланги как то не знаю как покажем не покажем его этот но короче это переделывать надо будет тут тоже трап установили замазали все молодцы короче но тут тоже нужно будет разбирать я не знаю получится ли у них разобрать трап трап у нас не дешевый этот трап Viego Advantix его стоимость там баксов 600 стоит и надо сейчас его разобрать чтобы вот эту вот трубу с под него вытянуть чтобы не сушить трап когда в случае если заказчик уедет на долгое время то можно пересушить трап и потом тянуть сюда канализацией поехали дальше начнем с того что у нас дом отапливается от котла и вернее электрокотел будет дублировать и будет обогревать в основном это тепловой насос дом обогревается у нас от теплого пола по всей площади дома у нас организован теплый пол управляется он с помощью вот такого вот коллекторного узла тут у нас будет потом стоять сервопривода и будет это все управляться через электронику ребята видите закладные сделали это все будет сервоприводами управляться также здесь есть рядом своботочный щит в котором будет у нас вся подсветка LED и будут по моему дублироваться будет роутер я честно говоря особо в инженерии не вникал так как мы не подрядчики здесь мы проектировали с ребятами которые здесь делали электрику сантехнику и кондиционированием у нас проекты шел параллельно с ними все с ними согласовывали конечно в конечном итоге получилось не так как мы это планировали себе по высотам по потолкам у нас сейчас мы не проходим в некоторых местах нам приходится сейчас мы уже нашли решение с прорабом Кириллом но опять же нам приходится изобретать велосипед потому что у нас в проекте нарисовано одно а по факту другое сейчас спустимся на первый этаж я вам покажу что у нас по потолку потолок у нас здесь сделана теплоизоляция не обычная а как обычно делается минеральной ватой а сделана специальная пена в чем ее преимущество она дает возможность задуть все щели что не будет никаких сквозняков в отличии от минеральной ваты и она не так вбирает ну вернее она не такая гидрофобная не так вбирает в себя влагу если что здесь вот опять же смотрю что пароизоляция сделана ну на отстань скажу так то есть там эта пароизоляция должна быть проклеена по периметру сейчас гипсокартончиком скажу чтобы они это выполнили мы это так сказать осметим и кому-то выставим счет так по потолку мы видим это идут у нас короба при точно вытяжной вентиляции тут у нас прошел приток там у нас забор воздуха идет это будет аккуратненькие красивые тонкие решеточки у нас потолке стоять не будет никаких там блоков кондиционера просто красивые решетки на потолке замаскированные все не будет никаких больших блоков кондиционирования вентиляции рекуперации и тому подобное все компактно все за потолком также еще на стадии проектирования дома так как мы зашли на ремонт вернее на ремонт на проектирование дом еще был на фундаменте еще на стадии проектирования дома были заложены специальные ролеты шторы такие которые будут закрываться защищать дом от прямых солнечных лучей и защищать дом в случае отъезда заказчиков он тут опускается в нише аккуратно то есть на фасаде ничего не видно что здесь не аккуратно опускаются и красиво красиво закрывают дом здесь мы видим как трубы вентиляции поднимаются с первого этажа на второй этаж от вент установки поднялись и пошли разводка по всему второму этажу пойдем на первый этаж пойдем так не люблю дома двухэтажные да так и тут мы попадаем в самую святая святых инженерную комнату которую боится Саша потому что я поверхностно плаваю знаю много но не все а Саша еще меньше плавает короче говоря здесь у нас будет котельная здесь у нас будет котельная получается в том углу у нас будет висеть блок типового насоса будут стоять два бойлера там бочки вы видели наверное их в начале видео две большие бочки два бойлера будут стоять будет стоять циркуляционный насос на теплый пол и циркуляционный насос на воду чтобы всегда в контуре горячей воды будет горячая вода подаваться и тем самым будет меньше расход холодной воды но чуть чуть больше расход вернее чуть меньше расход горячей воды и чуть чуть больше расход электроэнергии Но это все ради комфорта делается. Вверх, если посмотреть, у нас стоит вентустановка Ventus. Это тот самый блок, который распределяет весь поток воздуха. То есть он и работает как и кондиционирование, и как рециркуляция воздуха. Ну и там по классике два щита, ровно-неровно выставленных, хагеровских, под всю автоматику. В этом помещении пока нечего показывать. Здесь будет постирочная такая с небольшой прихожей зоной. Показывать ничего не будем. Единственное, сейчас голову ломаем, как красиво сделать эту лестницу кровую, отделать. Так, и что у нас пошло не так? Получается, когда проектировали, у нас сейчас будем ломать голову и думать, как из этого выйти. У нас потолок, здесь должен был быть опуск 300 мм. А получается, из-за вот этого вот колена у нас опуск опускается даже ниже, чем входная дверь. Сейчас нам нужно будет подумать с ребятами-застройщиками, как мы будем из этой ситуации выходить. Пойдем. Также из того, что не получилось, так сказать, вот эта часть, у нас должен был быть потолок подшит в этой комнате на 300 и в этой комнате на 300. А получится у нас 350, почему? Потому что мы не проходим вот там вот подсветочкой, там не проходим подсветочкой. И вообще нам придется переигрывать немного подсветку. Будет у нас тут не обычная, как мы делаем обычная там L-образная подсветка потолка. Будем закладывать теневой шов с подсветкой, чтобы уменьшить этот опуск. Вот те бойлеры, которые я говорил. Два штуки, которые будут стоять в котельной. Так же само у нас и в этой комнате получилось так, что опуск потолка будет ниже, чем проектировали. Из-за подсветки, опять же, потому что мы не проходим из-за вент-канала по высоте подсветкой. Так, в принципе, все. Дальше будем уже, когда наведем порядки, здесь в следующем видео с вами встретимся и поговорим уже более детально о отделке помещений и о дизайне как таковом. Закрепим уже визуализации красиво, потому что в этом бардаке мы не можем собраться. Всем спасибо. Ждем от вас лайков, много вопросов, комментариев и репостов этого видео. Всем спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!